Мы сегодня хотим поговорить о куркуме. Это такая индийская специя, которая традиционно применяется в Индии в качестве полезного для здоровья продукта. На самом деле куркума это суперспеция. Именно о ней мы сегодня хотим поговорить. Серёжа, давно вы ходите по стёклам? По стёклам я ходить, конечно, начал не сразу. Но йогой увлёкся в 17 лет. Стеклохождение является одной из практик йоги. Но мне оно стало интересно именно в плане психофизиологических тренингов. Работа с страхом, болью, с агрессией. Это оказалось достаточно интересно. Острое ощущение, так же, как индийские пряности. И ни одного пореза ни разу не было? На самом деле всё-таки они были, конечно, но ничего страшного не происходит. И вот здесь самое интересное, на помощь приходит как раз куркума. Потому что она является очень хорошим средством заживления раны. Но куркума это не только раннозаживляющее средство. В действительности куркума ещё и желчегонное средство, которое с успехом применяется для лечения заболеваний желчно-выводящих путей. Причём в этом качестве куркума применяется уже не одну сотню лет. И она очень эффективна. Серёж, а для профилактики? Для профилактики тоже. Установлено, что вещество, которое придает такой жёлтый окрас куркуме, оно называется куркумин, обладает многочисленными лечебными свойствами. И сейчас учёные только-только начали изучать это вещество, но уже видят перспективы, очень далёкие перспективы применения этого лекарства для лечения самых различных заболеваний. Но изготовление лекарств на основе куркумы – это дело будущего, а в настоящем полезно просто употреблять её в пищу как можно чаще. А для этого нужен какой-то рецепт. И я такой рецепт, кстати, знаю. Приготовим полезный напиток с куркумой. Что нам понадобится? Нам понадобится, собственно, куркума. Возьмём по чайной ложке на человека, то бишь три чайных ложки. Шесть столовых ложек ореха кешью. Просто сушёных, да? Не солёных? Нет, нет, ни в коем случае не солёных. После чего зальём это тремя стаканами молока. Оп. Так, ну что же, приступим. Блендер нужен для того, чтобы измельчить орехи, потому что куркума и так прекрасно растворяется в молоке. Ну, какой аромат сразу пошёл. Наш напиток готов. Готов. Вот он, такой красивый. Предлагаю попробовать его. Первый. Спасибо. Второй. Третий. Ну, пахнет очень здорово. За здоровьем. Очень необычный вкус. Действительно похож на Индию. Да. А теперь, Сергей, давайте с вами разговаривать о свойствах куркумы. Как вы думаете, куркума может быть ярко-жёлтой? Да, конечно же. А можно ли куркуму есть худеющим? Естественно. А правильный вы ответили или нет, мы узнаем во время викторины. Пойдёмте. Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начинаем викторину в рубрике «Продукт дня» и говорить мы будем о свойствах куркумы. Сергей, перед вами две кнопки. Красная и фиолетовая. Если вы хотите ответить «да», нажимайте на красную. Хотите ответить «нет», нажимайте на фиолетовую. Я задам вам шесть вопросов. Если вы верно ответите на пять из них, наш супер-приз ваш. Вот этот велотренажёр. Понятно. Комментировать ваши ответы будет наш эксперт. Ольга Николаевна Григорян. Ведущий научный сотрудник клиники Института питания РАМ. Кандидат медицинских наук. Готовы? Поехали. Куркума может быть ярко-жёлтого цвета? Да. Действительно, это правильный ответ. Корень куркумы имеет цвет жёлтый, но при этом оттенки могут различаться от ярко-жёлтого, почти лимонного, до жёлто-красного. И в зависимости от региона произрастания этот цвет может меняться. Куркуму можно есть худеющим? Да. На самом деле, правильный ответ. В отличие от большинства специй, например, перца, чеснока, имбиря, куркума не обладает ярко выраженным острым вкусом и, соответственно, не раздражает слизистую желудку. Соответственно, регулирует углеводный обмен, что для людей, желающих похудеть, очень актуально. Кроме того, она даже может использоваться как заменитель некоторых вкусовых приправ и разнообразить вкус блюда и не стимулирует аппетит. Замечательно. Следующий вопрос. Куркуму можно есть при гастритит? Насколько я помню, всё-таки да. И вы совершенно правы. Действительно, да, так как она обладает антибактериальным и ранозаживляющим действием. Куркума замедляет старение кожи? Да, она даже использовалась как косметическое средство в индийской косметологии. Не только использовалась, но и используется до сих пор. Действительно, куркума положительно влияет на состояние кожи. Причём, что характерно, как при внутреннем употреблении, потому что содержит антиоксиданты, так и при наружении, потому что обладает антибактериальным действием. Куркума помогает при ангине. Да, она является, во-первых, хорошим натуральным антибиотиком и также оздоравливающим средством и при ангине и других воспитательных процессах. Ну, конечно, нельзя сказать, что куркума – это антибиотик. Но антибактериальное средство точно, и поэтому полоскание на основе куркумы до сих пор применяется достаточно успешно. Да, это естественная антисептика, поэтому в Индии это средство используется в народной медицине очень широко. Серёж, ну, можно на самом деле с уверенностью сказать, что вы относитесь к куркуме практически профессионально. Вы всё про неё знаете. Вы ответили верно на пять вопросов. Поэтому этот велогенажёр ваш. Это была рубрика про дубня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!